Запасы нефти не бесконечны. Экономисты подсчитали, что при нынешних темпах потребления разведанных запасов черного золота хватит всего на четыре десятка лет. Косвенно эту теорию подтверждает и тот факт, что даже на крупнейших российских месторождениях добыча постепенно снижается. Времена, когда нефтяные фонтаны били прямо из-под земли, ушли в далекое прошлое. Новые месторождения находятся на большей глубине, и добывать их традиционным способом с помощью качалок уже не так просто. О том, как сегодня добывают черное золото, какие инновации помогают добраться до залежи нефти, и какие технологии позволяют нам успешно конкурировать с ведущими мировыми компаниями в нашей программе. Сегодня больше 70% российской нефти добывают с помощью так называемых погружных насосов. Эти сложные механизмы работают на огромной глубине – 2-3 тысячи метров. Давление там зашкаливает, а температура порой приближается к отметке в 200 градусов. В таких условиях насос должен действовать без осечек минимум год. Цена даже самой незначительной поломки – около миллиона рублей. Такую сумму обходится подъем насоса на поверхность и ремонт, поэтому требования к надежности этих аппаратов почти такие же, как к ракетам и космическим кораблям. Изобретение электродвигателей для погружных насосов – дело рук российского инженера Армаиса Арутюнова. Он мечтал вооружить отечественных нефтяников аппаратом, способным добывать черное золото на больших глубинах. В то время считалось отпустить электродвигатель под воду, да еще в столь малые диаметры скважины, что он такой малой мощности, что это невозможно. В России разработки инженера считали сумасшествием. Арутюнов эмигрировал в США, и там его насосы имели сенсационный успех. Их испытания завершились в 1928 году. Уже через 10 лет погружные насосы с двигателями Арутюнова добывали 2% всей нефти США. Вскоре после войны чертежи установок попали в Советский Союз. Их начали сотнями выпускать для разработки Самотлорского и других месторождений Западной Сибири. Было время, когда наши ЦН, электроцентробежные насосы, были намного хуже, чем западные. Ну, чтобы было понятно, межремонтная, или, как мы говорим, наработка на отказ наших насосов была там 150-200 суток, а зарубежные в то время имели 350-400. Сегодня каждый четвертый погружной насос в России производится в Перми. Бизнес с оборотом более 300 миллионов долларов, 4,5 тысячи рабочих мест и передовые технологии производства оборудования для нефтепромысла. Столь впечатляющих успехов компания достигла за два десятилетия. Огромное предприятие было создано буквально с нуля. Единственным активом его основателей были знания в области порошковой металлургии, перспективная технология. В принципе, очень важный для России момент, что компания вовремя должна понять, что современные бизнесы в области технологий – это не продуктовые бизнесы, а технологические. Чем быстрее компания поймет, что она продает не сотни или тысячи каких-то изделий, а она продает технологию, воплощенную в эти изделия, и эту технологию можно применить в разных рынках разными способами, и продавать ее можно разными способами, тем быстрее она начнет как бы динамично развиваться по современным бизнес-законам. Это погружной насос внутри скважины. Нижняя часть – электродвигатель. Чуть выше гидрозащита – это устройство не позволяет пластовой жидкости проникнуть внутрь движка. И, наконец, сам насос. Если разрезать его, внутри можно увидеть много так называемых ступеней. Это колесо и направляющие. Вращаясь, колесо поднимает нефть наверх. Каждая ступень немного усиливает напор нефти, чтобы ускорить ее добычу. Как раз такие ступени для погружных насосов еще четверть века назад делали из серого чугуна. Более прочные сплавы шли на нужды оборонки, космической и атомной промышленности. Чугун быстро ломался. Отсюда и необходимость в частом ремонте. Энтузиасты из Пермского центра порошковой металлургии первыми в мире разработали в начале 90-х технологию получения ступеней из порошковой стали. Была проявлена очень высокая заинтересованность министра нефтяной промышленности, который вдруг увидел что-то необычное на фоне, так сказать, привычных, не очень красивых изделий, изготовленных методом литья. Вдруг увидел такую гладкую, чистую, аккуратную, я бы сказал, даже деталь. Нам удалось сразу методом порошковой металлургии сделать сложное объемное изделие с очень хорошей, как говорят, гидравлическими гладкими поверхностями. И мы сразу подняли КПД ступеней. Так сегодня выглядит производство ступеней из металлического порошка. Его загружают в форму, а затем сдавливают прессом, который может развивать усилия от 1 до 750 тонн. Уже на этом этапе получается гладкая, красивая заготовка. Правда, пока очень хрупкая. Все заготовки соединяют одну с другой, смазывают особым клеем, его рецепт держится в секрете, и словно пирожок отправляют в печь. Процесс спекания длится от 7 до 13 часов. За это время хрупкая деталь, состоящая из нескольких частей, превращается в монолитную прочную конструкцию. Сегодня такие ступени для насосов штампуются тысячами, а в 90-е надежность таких деталей у многих вызывала большие сомнения. Никто тогда не верил, так же, как не верили Арутюнову, что можно двигатель спустить. Пока почти три года не прошло, да, никто не верил, что порошок может работать в скважине. В начале 90-х, помимо недоверия, компания сталкивалась и с другими проблемами. Например, с отсутствием денег у заказчиков рассчитывались по бартеру. Как-то мы ночью целую... Пришло 50 мотоциклов, три вагона разгружали. Потом нужно было эти мотоциклы сдать в магазины, чтобы их реализовывать, да. Потом на эти деньги закупать порошки, оплачивать всем работу и делать ступени для нефтяников. За первую крупную партию ступеней для погружных насосов основатели «Новомета» получили вертушку – эшелон сырой нефти, который было не так просто продать. Сегодня компания выпускает не только запчасти, но и сами погружные насосы для добычи нефти, а также электродвигатели, то есть всю установку, обеспечивающую подъем нефти. Львиную долю деталей штампуют из порошка, который поставляют Бельгия и Швеция. По этому поводу в Перми даже шутят, что Европа давно стала сырьевым придатком «Новомета». Работа в заводских цехах кипит круглые сутки. Ручной труд сведен к минимуму. Оператор на данном комплексе участвует в работе опосредованно. Его задача заключается в том, чтобы загрузить заготовки на установочную станцию и после этого через определенное время снять готовые детали. Пермь выпускает погружное оборудование, способное работать в скважинах любых размеров. Последняя инновация – установки с так называемым вентильным двигателем. Создали ступени с высоким КПД, присоединили вентильный двигатель к насосу, плюс получили большой эффект от снижения потерь по кабелю и получили 25-30-40% экономии электроэнергии на подъеме того же куба жидкости. В этом цехе создают прототипы новых деталей. Их выращивают лазером из все того же металлического порошка. Дорого, но быстро. Любую фантазию конструкторов, спроектированную на компьютере, можно воплотить за считанные часы. В обычных условиях вытачивать такой механизм нужно несколько месяцев. Небольшая демонстрация возможностей нового оборудования. По нашей просьбе технологи перепрограммируют компьютер. Всего через 10 минут лазер начинает выжигать из порошка название нашей программы. Кстати, такие же установки отправятся с первой экспедиции на Марс, будут прямо в полете выращивать новые детали на смену изношенным. Будущее нашей экономики связано не с тем, сколько мы добываем сегодня метки. И не с ценой, которая сегодня есть, она достаточно хорошая. А с тем, какие новые технологии мы сможем применить. Какое новое оборудование мы сможем применить. Какие новые регионы мы сможем освоить. Сегодня Пермики – технологический лидер в производстве погружного оборудования для нефтянки. Компания первой в мире разработала высокопроизводительные насосы для боковых скважин и скважин малого диаметра, опередив ведущих глобальных поставщиков, таких как Шлюмберже и Халибертон. Любая скважина, когда начинается, она в процессе жизни, ее начинают ремонтировать. И очень часто ремонт заключается в том, что опускается так называемый лайнер или труба меньшего диаметра. Естественно, и диаметр, габарит оборудования, который можно будет спускать, он, так сказать, уменьшается. А при этом потенциал скважины может быть, в том числе на этих скважинах, он может оставаться еще высоким. Поэтому необходимо сделать нормальное, так сказать, реальное оборудование для добычи большого количества, так сказать, нефти, но уменьшенного диаметра. Сейчас компания разрабатывает погружные установки для интеллектуальных месторождений. Они способны увеличивать или уменьшать добычу в зависимости от притока жидкости. Пермская компания теперь не просто выпускает технику, но и берет на себя сервисные функции, обслуживает и ремонтирует оборудование. Для этого создано отдельное подразделение. Сейчас в его ведении более 5000 скважин по всему миру, и это только начало. В Перми создан просто большой-большой потенциал в советские еще времена. И в этом смысле Пермь – инновационный, конечно, регион. У нас в России есть этот фонд прямых инвестиций, так называемый «Восток Беринг Капитал Инвестмент Фонд». Это вообще-то фонд зарубежный. Ну, конечно, они вкладывали в основном в такие инвестиционные, серьезные проекты, но когда они начали вкладывать в высокотехнологичные компании, это уже тоже показатель, что они верят таким компаниям. Они туда вложили, по-моему, 100 миллионов евро в эту компанию. По-моему, даже рассматривают сейчас следующий транш своих вложений, потому что это очень серьезный фонд, это миллиарды все-таки евро. Часто нефтяную и газовую отрасль называют сырьевыми. Это правда, нефтяники работают с сырьем, с тем, что нужно сначала добыть, чтобы потом переработать в готовый продукт. Вот только оттенок это слово имеет негативный. Сырьевой часто понимается как неинновационный, не технологичный. И это при том, что в нефтяной отрасли одной из первых внедряется все самое передовое. От технологий повышения энергоэффективности до систем, обеспечивающих работу интеллектуальной скважины. Именно инновации позволили русскому инженеру построить прибыльный бизнес в Америке, а отечественной компании успешно конкурировать, в том числе и с компанией, основанной этим инженером. Субтитры создавал DimaTorzok